Мир высоких технологий развивается, а вместе с ним меняются и преступники, придумывая все новые схемы отъема денег. 9 июля состояло заседание общественного совета при республиканском МВД, где полицейские вместе с представителями различных сфер обсуждали профилактику преступлений, совершаемых при помощи сети интернет и телефонной связи. В РИО министр внутренних дел по республике Мордовии Олег Шилов рассказал, что сегодня регистрируются такие уголовно наказуемые деяния, как интернет-мошенничество, сбыт наркотиков при помощи мессенджеров, кражи и вымогательства через всемирную паутину и распространение порнографических материалов. Количество жертв преступлений ежегодно увеличивается, практически в геометрической прогрессии чуть ли не в два раза. Поэтому мы сегодня и хотим рассмотреть данный вопрос на данном общественном совете, чтобы выработать определенные меры по профилактике данного вида преступлений нашей республики, а именно повышение правовой и грамотности наших граждан, чтобы они не попадались на уловки преступников, мошенников. Зачастую преступники – это жители других регионов страны, либо заключенные, отбывающие наказание. Поэтому полицейские тратят большое количество времени и сил на раскрытие таких преступлений. И если ранее жертвами мошенников становились в основном пенсионеры, то сейчас это люди самого разного возраста. Полицейские выделяют четыре категории мошенничеств в сфере телекоммуникаций. Это аферы в социальных сетях, в интернет-магазинах, преступления под предлогом оформления кредитов и лже-банкира. На сегодняшний день наиболее распространенным видом мошенничества в сфере информационных и коммуникационных технологий, мошенничество это приносит наибольший ущерб гражданам. Это мошенничество, совершенное злоумышленниками, представляющимися сотрудниками банков. Представители банка напомнили, чтобы обезопасить себя от мошенников, ни в коем случае нельзя называть кому-либо данные банковской карты и пин-код, а также код на обратной стороне карты. Покупать товары только на проверенных сайтах и не доверять незнакомцам. Екатерина Чермянина, Александр Зюзяев, программа «Происшествия».